Держат марку. В городском фотоклубе открыли ежегодный фото-вернисаж своих авторов. Чем удивляют запорожские фотолюбители? Видели наши корреспонденты. Выставку запорожского фотоклуба по праву называют нерядовой. При всем изобилии жанров сразу отмечают высокий уровень работ. Вот работы Николая Рученко. Он увлекается портретной съемкой. На этих снимках люди разных национальностей и социального статуса. Но подкупает ощущения, с каким их делает автор. Самое интересное, что бывает от самого простого ожидаешь шикарных работ. То есть и получается, например, у меня здесь есть и те, кто является миллионером, есть те, кто просто бизнесмен, есть те, кто просто ученица. Поэтому таким образом выходят такие, может быть, душевные портреты, которые не ожидаешь даже, что они выходят. А вот Ирина Долгокупля пришла в фотоклуб около года назад. Лошадка на улицах Каира, уличный музыкант во Львове. Говорит, когда видит интересный кадр, камера всегда на готове. Большая возможность поучиться. Мне нравится. Развиваюсь вместе с нашими фотохудожниками. Люблю путешествия показывать, потому что это и жизнь, и хобби. Все вместе переплетается вот так. Хотя 17-й год только начался, сразу успехи. Участники Запорожского фотоклуба отмечены рядом наград на международном уровне. Фотоклуб Запорожья всегда отличается, действительно, такой широтой палитры, таким высоким диапазоном самого разного. Портрет, пейзаж, натюрморт, интересные, так сказать, современные такие решения. То есть фотоклуб на месте не стоит. И радует то, что наши совсем вот сейчас молодые члены фотоклуба, буквально вот сейчас в Венгрии, получили серебряную бронзовую медаль ФИАП, ленты ФИАП и выставок. Что, в общем-то, и неудивительно при способности видеть красоту в деталях, как, например, в этой припорошенной снегом решетке ливневки. Юлия Борисенко разглядела один из главных символов Нового года. Так что познакомиться с работами запорожских авторов наверняка будет интересно даже взыскательным зрителям.